Здравствуйте! Я Анастасия Натальевич и команда Нового городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главное – это годовщина объявлению режима самоизоляции, а также какие коронавирусные привычки мы приобрели, говорят ростовчане. Ростов-Главное – это проектирование капремонта горбольницы номер 4 и перспективы строительства роддома номер 5 и ремонта дороги по всесоюзной. Ростов-Главное – это первые заплывы сына медведицы кометы и нашествие чаек в ожидании весны. Ростов-Главное – это конфликт автосалона с клиентами, растянувшись на два года и страсти вокруг мини-зоопарка в парке революции. Тут надо разобраться, действительно ли животных залюбливают своими руками посетители. А также автомобиль, влетевший в торговый центр «Горизонт» в недельной сводке ростовского городового. Ростов-Главное – это новые олимпийские надежды нашего гандбола. Сборная России спокойно выиграла отбор в Сочи. Ростов-Главное – это подготовка к выставке гобеленов на год вперед, а еще фестиваль нового итальянского кино, открывшийся хорошими девчонками. И Ростов-Главное – это, конечно, погода за окном. Весну уже ничто не остановит, потеплеет у нас, как обычно, бывает резко. Сегодня мы уже чувствуем, что вот-вот обязательные маски и социальная дистанция станут историей. А год назад только узнали о карантине. 25 марта 2020-го Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил в стране режим нерабочих дней. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Но этого оказалось мало. В итоге всероссийская самоизоляция продлилась целых полтора месяца. И сидеть дома россиянам и ростовчанам неожиданно было совсем непросто. Дразнила хорошая погода и тоска по прогулкам и работе иногда пересиливала запреты. Останавливать непоседливых приходилось полиции и Роспотребнадзору. Роспотребнадзору. Вышел в город, предъяви пропуск или докажи, что идешь в ближайший магазин, аптеку или на рынок. Ну а разрешено тебе ходить на работу, обязательно измеряй температуру, надевай маску и проводи дезинфекцию. Как часто протираете? Через каждые два часа обработаем, обработочку делаем полностью, всех холодильничков, всех мест, где люди прикасаются, то есть все с флорочкой обрабатывается. Опустевшие улицы и вокзалы напоминали картины постапокалипсиса. Никогда еще после войны город-миллионник не был настолько безлюдным. Спасали сидевших по домам волонтеры, привозили продукты и лекарства, оплачивали коммунальные услуги. Мы подойдем к двери, выходить не нужно, мы через порог вам все передадим. Всероссийский режим самоизоляции был снят только 12 мая. Наш регион выходил из локдауна поэтапно, часть ограничительных мер действует до сих пор. Но коллективный иммунитет растет, сделать прививку от коронавируса свободно могут все желающие, как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах торговых центров. Очень понравилось обслуживание, потому что антитела, антитела, самое приятное, что делать. Не надо по поликлиникам бегать, искать, где сделать антитела. И вот как бы все быстро, очень. Так что, когда Европа закрывается на третью волну, мы можем рассчитывать на продолжение смягчения ограничений. Тем более, что за год мы научились правильно мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Щетинина, Максим Шапошников, Первый Ростовский. Пандемия, самоизоляция, ограничения заметно изменили привычную жизнь горожан. Мы стали меньше обниматься, чаще мыть руки, следить за количеством витаминов в продуктах. Или нет? Может, все-таки все осталось, как было? Приявил ли коронавирус нам новые привычки? Давайте послушаем, что говорят ростовчане. Какие изменения произошли за последний год пандемии в вашей жизни? Что вошло в рутинную жизнь? Какие привычки появились? Какие воспоминания? Воспоминания самые позитивные, потому что зарплату платили просто так. Пришел, получил зарплату, те же самые 30 тысяч и все. Иди гуляй дальше. Какие привычки сформировались? Чеснок пришлось кушать через день. Да никаких привычок. Домашним стал я больше. Руки стали чаще мыть, естественно. Маски, да, обязательно, потому что вот у меня родственники живут за границей. Там вообще сурово с этим. Здесь у нас как бы послабление такое. Ну, на вахте надо смотреть в оба. Если что, свистать всех наверх. Как говорил Стивенсон, остров сокровищ. Ношение масок. А еще? Ну, общение онлайн. Руки, может, чаще мыть стали. Я их отогнула часто, как бы еще и до пандемии. Вот на ваш взгляд, какие изменения произошли за этот пандемийный год? Какие привычки вошли в нашу жизнь? Вот чем вам запомнилось? Как изменилась наша жизнь? Ну, как бы сидение дома, так сказать, домашние дела, общение с родными побольше. Ну, потихонечку выходим из этого состояния. Все улучшается. Надеемся на лучшее. Всем здоровья. Ремонт дороги на всесоюзное усиление фундамента многоэтажки на Большой Садовой, благоустройство детской и спортивной площадок на Добровольского и строительство корпуса роддома номер 5. Такие ростовские вопросы решались в ходе личного приема граждан губернаторам. Прием этот Василий Голубев провел по поручению президента. Новый корпус роддома номер 5 составят семиэтажный стационар и двухэтажная женская консультация. Реконструкция на месте старого аварийного здания началась год назад. Сегодняшняя готовность 27%. Объект должен быть сдан в следующем году и есть предпосылки, что это удастся сделать раньше срока. Прошу вас основательно проанализировать возможности с подрядчиками, с медиками и посмотреть реально. И с учетом нашего сегодняшнего разговора представить мне все-таки информацию, ну такую выверенную, проверенную, действительно ли мы сможем завершить объект в текущем году, строительную часть объекта. Главное, чтобы ускорение работ не сказывалось на качестве, напомнил губернатор. Капремонт почти двух километров дороги по Всесоюзной улице завершат до начала осени, обещает городоначальник. Обновятся и покрытия проезжей части и тротуары. Мы вас назначаем контролером, не возражаете? Абсолютно, я рада, что вы живу. Поэтому посматривайте, вдруг что-то забеспокоит, можете информировать через приемную президента, либо через приемную губернатора. Возможности за информацией у нас существуют, и мы будем тогда отрабатывать какие-то нюансы, если в этом возникнет необходимость. Еще одно ростовское обращение касается подростков – благоустроить детскую и спортивную площадки рядом с домами 24 и 24-1 по Добровольскому. Это планируется сделать до 1 декабря, докладывает министр ЖКХ. Губернатор просит ускориться. Знаете, площадка 1 декабря, она нужна в какой-то степени, конечно, но то, что дети уже и люди неэффективны и воспользуются, мы прекрасно понимаем. Если я в данном случае изыщу возможность выделить из резервного фонда, это возможно ускорение в этом случае? Конечно, как только с экспертизы выйдет, сразу же мы доведем на переведение. Вот давайте договоримся, вы еще раз просчитайте с учетом выхода из экспертизы на момент выхода, не задерживая ничего. И еще одно озвученное в ходе приема решение по разрушающейся девятиэтажке на пересечении Большой Садова и Братского. Усилить фундамент планируется до декабря. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Итак, смотрим далее. Ростов-Главное – это первые заплывы сына медведицы кометы и нашествия чаек в ожидании весны. Ростов-Главное – это конфликт автосалона с клиентами, растянувшиеся на два года, и страсти вокруг мини-зоопарка в парке революции. Тут надо разобраться, действительно ли животных залюбливают своими руками посетители. А также автомобиль, влетевший в торговый центр «Горизонт» в недельной сводке ростовского городового. Ростов-Главное – это новые олимпийские надежды нашего гандбола. Сборная России спокойно выиграла отбор в Сочи. Ростов-Главное – это подготовка к выставке гобеленов на год вперед, а еще фестиваль нового итальянского кино, открывшийся хорошими девчонками. И Ростов-Главное – это, конечно, погода за окном. Весну уже ничто не остановит. Потеплеет, как у нас обычно бывает, резко. Вода практически полностью покинула северное водохранилище. Рыба уйти не успела, чем и воспользовались любители легкой наживы. Вооруженные сачками и огромными мешками, они наводнили дамбу утром в пятницу. Последние капли водохранилища буквально кипели под их сапогами. Для спасения рыбы от проголодавшихся ловцов пришлось подключить полицию. На месте обмелевшего водохранилища в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону собралось большое количество людей. Туда был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции для обеспечения охраны общественного порядка. Вода ушла чуть больше, чем за сутки. Еще в четверг потери уровня были всего полтора метра, а к пятнице полностью показалось дно. Причина осушения водохранилища – деформация затвора гидротехнического сооружения, сообщило городское управление ГОИЧС в четверг. В сообщении говорилось, что угрозы подтопления и разрушений нет. Гидротехнические сооружения ниже по течению Темирника с напором воды справляются. Но пятничная картина была разрушительной для биоресурсов. Автомобиль проскочил мимо супергероя по ступенькам и ударил дверь торгового центра «Горизонт». Из-за руля вылез человек с признаками наркотического опьянения. Такое дело в недельной сводке ростовского городового. Также Лидия Романченко расскажет о сотовом в Меду, который пытались передать за решетку, и проигравшем подпольном казино. Ростовский городовой на страже информации о самом заметном хронике этой недели расскажу прямо сейчас. Здравствуйте! Самое обсуждаемое ДТП этой недели произошло днем в среду. Даже Бэтмен не среагировал так, остался стоять в стороне, стыдливо отвернувшись, когда средь бела дня внедорожник влетел в торговый центр. Взмывшую на четыре ступеньки Тойоту остановила только крутящаяся дверь на входе в кинотеатр. К счастью, люди на пути не попались, никто не пострадал. А сам 32-летний водитель и после остановки машины продолжил двигаться по инерции. С признаками наркотического опьянения продолжил путешествие уже на спецмашине на освидетельствование. Банда мошенников потеряла страх, обманув сразу несколько страховых компаний в общей сложности на 30 миллионов рублей. Подозреваемых задержали в Ростове сотрудники ФСБ и МВД при поддержке спецназа. При обысках изъяты дорогие автомобили, оружие и деньги, полученные в результате махинаций. По версии следствия, с марта 2019 по настоящее время банда устраивала подставные аварии с дорогими машинами. После чего представляла в страховые компании документы с заведомо ложными обстоятельствами и получала выплаты. Теперь все подозреваемые задержаны по уголовному делу мошенничества в сфере страхования. Огонь, вода и строительная бытовка в этом противостоянии проиграла последняя. В понедельник утром пламя охватило вагончик возле строящейся многоэтажки на Сиверсо. Пожарные приехали быстро и также быстро все потушили силами 10 человек и 3 единиц техники. Полная ликвидация горения объявлена спустя 14 минут с момента вызова, но огонь успел полностью уничтожить бытовку площадью всего 8 квадратов. Хорошо еще внутри, в момент возгорания никого не было, обошлось без пострадавших, причины пожара выясняются. Придешь теперь поиграть в покер, а там закрыто и на кодовый стук не отвечают. Правоохранители задержали трех подозреваемых в незаконной организации азартных игр. По двум адресам в пролетарском районе ночью прошли обыски и изъяты покерные столы. Фишки и карты предполагаемый организатор задержанной следствии решает вопрос их заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела в отношении трех жителей города Ростова на Дону 1956, 1960 и 1986 года рождения. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 271 Прим-2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым грозит наказание от штрафа в миллион рублей до четырех лет заключения. Неправильный сотовый мед не сотами, а сотовым, в смысле, телефоном. Наверняка его делали незаконно послушные пчелы, ну или начинающие пасечники. Что-то напутались с технологией. Сделанный не по ГОСТу мед пытались передать в СИЗО. Пять подсластить заключение не дали сотрудники ГУФСИН, обнаружив ингредиенты сладкой связи в контейнере с лакомством. Отправитель посылки влип на штраф. А в колонию номер два пыталась прорваться незаконка посерьезнее. Сотрудниками оперативного отдела ИК-2, совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Ростова-на-Дону при попытке переброса запрещенных предметов на режимную территорию был задержан гражданин 1989 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины в кармане верхней одежды были обнаружены изъятые три свертка с сильнодействующими медицинскими препаратами. Подсластить пытались и жизнь в межобластной туберкулезной больнице ГУФСИН. Жительница Улан-Удэ отправила осужденному мармеладные конфеты с особенной начинкой и пять свертков с белым порошком. Ясно, что это был не аспирин. На этом у меня все. До встречи. Бывает же такое. Новый автомобиль семье радости не принес. Более того, постоянные поломки и конфликт с автосалоном привели в суд. Но и через два года ни денег, ни исправной машины нет. Наш корреспондент Вера Данелиди пообщалась с владельцами, побывала в автосалоне, но сдвинуть его с занятой позиции нелегко. Машина вроде есть, а вроде ее и нет. Антонина Лаврухина эту покупку вспоминает с дрожью в голосе. На новый лифан собирали всей семьей. Чек в салоне вышел на 905 тысяч рублей. Деньги для покупателей серьезные. Конечно, было очень много радости, чтобы купить автомобиль комфортный, удобный, просторный. Мы приехали, нам подобрали автомобиль. Нас устроила и цена, и цвет. Все. Конечно, были очень рады. Радость прошла уже через два дня. Машина стала ломаться, и все чаще поездка по делам заканчивалась вызовом эвакуатора. В семье ребенок с инвалидностью, машина – незаменимый помощник. Антонина вспоминает, поначалу директор автосалона обещал забрать авто и вернуть деньги. Но настроение быстро изменилось. Обещала с высшим руководством решить вопрос по возврату денег и расторжению договора о купли-продаже. Он нам ответил в лицо и посмеялся, что никаких денег, я просто пошутил, никаких денег не будет. Ну, мы сразу тогда начали готовиться к суду. Прошло с тех пор два года. Первое дело Лаврухины выиграли. Суд обязал салон вернуть деньги, выплатить неустойки и штрафы. Но после обжалования решения салоном, судебные разбирательства приносили неожиданные результаты. То, что происходило дальше, не поддается ни юридической, ни человеческой логике. Все высшие инстанции буквально закрывали глаза и не видели тот факт, что ремонт автомобиля Лифан в ООО «Престиж Моторс» продолжался более 60 дней, что является уже нарушением закона о защите прав потребителей. Автомобиль хранится в салоне, правда, под открытым небом. Приезжаем в салон. Гендиректора на месте не оказалось. Вот так всегда наши походы в салон заканчиваются вот таким игнорированием нас. То есть добиться чего-то, кого-то тут невозможно. Встречают нас совсем не как родных. Машину показывают не сразу. Лифан появился после долгих уговоров. И вид после салонного хранения у него нетоварный. Машина поржавела, то есть окисление пошло. А еще нет передней камеры и непонятно от чего увеличился пробег на 1800 километров. Сотрудники автосалона от комментариев отказываются. После съемки мы сделали официальный запрос от телеканала автосалону. В ответ – тишина. На протяжении практически двух лет мы пытались забрать автомобиль по акту приема передачи из салона. Это была единственная причина, по которой мы автомобиль забрать не могли. Сегодня по приезду со съемочной группой наконец-то нам согласились выдать документы. На момент выхода сюжета в эфир провели экспертизу. Но автомобиль по-прежнему в салоне. Семье предложили подписать документ, в котором говорится – машину привезли в салон в день экспертизы. Но это не так. Владельцы ничего не подписали. И выдача авто опять не состоялась. Забрать его необходимо именно под акт приема передачи, чтобы потом доказать в суде – состояние автомобиля заметно ухудшилось именно на территории салона. Тогда можно будет продолжать борьбу. Опять же вернуть машину в автосалон, но теперь уже окончательно. С возвращением заплаченных за нее денег. Все прежние решения суда в открытом доступе. Разбираемся дальше. И вот, по мнению других юристов, возможная причина проигрыша в суде. Решение касационной инстанции вы видите на экране. При отказе ссылаются на то, что переоценка доказательств не относится к компетенциям суда касационной инстанции. То есть, если суд апелляции неправильно применил закон и сославился, то есть написано так, а не применили по-другому это написали, то это к полномочиям суда касационной инстанции относится. Если вопрос, мы пишем в жалобе, что вопрос касается оценки доказательств, суд неправильных оценил, то касационная инстанция такие вопросы не исследует. И согласно дословному тексту касационной жалоби, речь шла именно о том, что касатор писал о несоответствии доказательств, их неправильной оценки. Поэтому был отказан. По мнению экспертов, с юридической точки зрения, семья по-прежнему может претендовать на возврат автомобиля, оформлять правильную экспертизу и продолжать судиться. А теперь рекомендация для всех. Если автосалоны ведут себя недобросовестно, важно каждое нарушение фиксировать с привлечением независимых экспертов, у которых есть на это лицензия. Так вероятность сохранить свои деньги и нервы заметно повышается. Звери страдают от чрезмерной любви. Их гладят, тискают, кормят не тем и не вовремя. Такие претензии предъявили зоозащитники мини-зоопарков в парке революции, утверждая, что работает он вопреки федеральному законодательству, запретившему трогательные зоопарки. Наш корреспондент Елена Доронина пообщалась с обеими сторонами и выслушала две правды. Я возбудила то, что у животных некуда укрыться, то, что там грязно, там воняет. Животные не контролируют свой аппетит, хотят они или не хотят кушать. Животы у них раздутые. Особое опасение вызвало состояние поросенка Маши. И борцы за права животных пригласили ветеринара осмотреть пятачка и других зверей. Поросенок действительно нездоров. У него есть кожные поражения, есть истечение износа, уплотненная твердая брюшная стенка, болезненная при прикосновении. Скорее всего, у него есть вирусное заболевание. На момент нашей съемки зоозащитники только собирались писать жалобы в надзорные органы. Так действительно ли животные погибают в этом зоопарке? Их закармливают до раздутых животов, и они просто утопают в грязи. Мы решили своими глазами увидеть, в каких условиях содержатся питомцы и задать все наболевшие вопросы директору этого учреждения. Сразу идем проверять, что же стало с поросенком. Малыша в вольере нет. После прихода товарищей мы по их просьбе убрали поросенка. Причем убрали поросенка таким образом. Мы его отвезли назад на ферму. Причем этому есть видеоподтверждение, что поросенок живой, поросенок здоровый. Видео, о котором идет речь, руководители готовы показать только надзорным органам и уже ждут визита из соответствующих инстанций. Но скрывать говорят нечего. А скандал начался из-за того, что с 1 января 2020 года трогательные зоопарки попали под запрет. В федеральном законе четко прописано, что закрываются зоопарки, которые находятся именно в торговых центрах. Мы являемся отдельно стоящим зданием. У нас заключен договор с ростовской СББЖ, именно с государственной ветклиникой, которая занимается ветеринарией и полностью контролем наших животных. Ветеринар навещает своих трогательных пациентов раз в месяц. Все жильцы этого зоопарка, по словам руководителя, стоят на учете в программе «Меркурий», где собраны все сведения о жизни и здоровье животных. Многие из них, попав сюда, получили второй шанс. Прирученные и некогда брошенные, они бы не выжили на улице, уверяют сотрудники. Сейчас зоопарки строят дополнительные уличные варьеры, хотя приобретать новых животных не планируют. На вопрос о статусе учреждения руководитель отвечает – это не контактный, а мини-зоопарк. Поэтому проведением выставок здесь никто не прикрывается. Вместе с тем, 498-й федеральный закон гласит, что люди могут контактировать с животными, если это не является основной целью заведения. И у каждого зверяка должна быть личная, недоступная для людей зона. Специальной законодательной нормы, которая бы устанавливала административную ответственность за нарушение данного запрета, в настоящий момент пока нет. Минюст Российской Федерации разработал законопроект, это статья 19.18, Кодекс об административных правонарушениях. Но в настоящий момент этот законопроект лишь прошел антикоррупционную экспертизу. Мы переживаем за животных. Вот и все. Наша цель – не закрыть этот трогательный зоопарк. Мы добиваемся только того, чтобы этот зоопарк соблюдал все свои законодательства, то есть все нормы. Вместе с тем и волонтеры, и зоопарк обращают внимание родителей. Объясняйте детям, что животные – такие же живые существа, и общаться с ними нужно бережно. Елена Доронина, Андрей Токарев, Владимир Трофимович, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Орлята учатся летать, медведи плавать. Новое видео белой медведицы-кометы с еще более белым малышом появилось в сети. Видно, что малыш подрос еще немного и уже пытается прыгнуть в бассейн. Хоть пока и боится. Первые заплывы разглядела через интернет наш корреспондент Екатерина Лободина и готова рассказать, чем еще заинтересовались ростовчане в сети. Также ростовчане обсуждали ремонт дорог с помощью земли и стаечая, которые были замечены во многих районах города. Подробности расскажу прямо сейчас. Проезжую часть в Азове отремонтировали землей. Пользователи соцсетей оценили новые технологии на пересечении кооперативной и промышленной. Один из автомобилистов заснял процесс исчезновения ямы. Песок, чуть-чуть щебня и земля. А сейчас все это высохнет и будет пылища по городу лететь. До первого дождя. Уже раз на один дождь хватило, сейчас делают опять на второй раз на дождь. Вот так делают дороги. Судя по видео, ровняя землю вышли рабочие с лопатами, а вместо катка использовали колеса автомобилей. Как вспоминают подписчики, эту яму засыпали песком к 8 марта. И находчивые водители высаживали в эту импровизированную клумбу тюльпаны как подарок участникам движения. Подписчики решили, что ремонт здесь делается по принципу «все равно КамАЗы разобьют через неделю, сойдет и так». А кто-то удивился, как с такими ямами и без аварий. На работу и с работы ехать нереально, без колес остаться можно. Сколько можно издеваться. А теперь переходим к водным процедурам. Мама-медведица учит малыша плавать. Милое видео опубликовали сотрудники зоопарка. Если раньше комета не разрешала медвежонку близко подходить к воде, то теперь она сама его зовет. Но он не рискует заходить в бассейн. Хотя иногда избыток энергии и непоседливость приводят к коротким заплывам. Медвежья идиллия, как всегда, растрогала подписчиков. Мило-то как. На умку из мультика похож. Как же мне нравятся ваши видео про эту парочку. Малыш – просто чудо. Но другие вспомнили, что медведи в неволе живут и от этого страдают. Вот вы все умиляетесь, а не за решеткой. Тут мало чего приятного. Чаечный террор продолжается в Ростове. Так назвали горожане нашествие этих птиц, которое длится уже несколько дней. Теперь чайки стали атаковать мусорные площадки на Западном. И подписчики предполагают – с рекой беда. Голодали птицы. Рыбы нет в водоемах, вот по свалкам искитаются. Некоторые предложили подкормить странствующих птиц, но тут же получили отпор от других комментаторов. Не надо этого делать, пусть сами добывают еду, а то потом от этих голодных стай не избавимся. А самые ясновидящие узрели плохое предзнаменование. Может, так и наступает конец света? Иначе почему они так резко появились у нас? Такой улов интернет-новостей на этой неделе. Спасибо, Катя. Мы продолжаем. Чаек так много, что они уже теснят голубей. Нашествие морских птиц на город кого-то развеселило, а кого-то и напугало. Но это зря в смысле напугало. Скоро непривычные птицы улетят по назначению. В этом нашего корреспондента Марину Черных заверили ученые. Прямо какой-то новый вид птиц появился в Ростове весной. Чайки городские. Подобные кадры выкладывают в сети ростовчане почти из всех районов города. Где-то чайки даже вытеснили голубей. И некоторых горожан это встревожило. Спокойствие, только спокойствие. Как уверяют ученые, чайки не заменят нам уже привычных городских голубей. Только немного подворуют их пищу. Кстати, хоть и легкодоступную, но совсем для них не полезную. Свалки, открытые мусорные баки дают морским птицам легкую добычу. Некоторые рыбоядные постепенно стали всеядными, что снижает им энергозатраты. Видя такое изобилие, как на свалке, гордые морские не отказываются. А горожане еще и подбрасывают хлеб и другие вкусняшки. А ведь мучное может повлиять на птиц не лучшим образом, в том числе на их размножение. Хорошо еще, что городской фастфуд для чаек – явление временное. А виновата в этом нашествии запоздалая весна. Сейчас идет поток птиц с юга на север в места гнездования. И чайки просто ждут у нас потепления. Много птиц скопилось в Крыму, на Черноморском побережье. А в верховьях дона, на среднем дону, еще лежит снег. Поэтому много птиц сейчас в нашем регионе ждет весны. Среди них и чайки. Чайки – птицеперелетные в большинстве своем. И вот сейчас, когда они уже подлетели сюда, дальше лететь. Места гнездования еще совершенно негодны для кормодобывания. И тревожиться тут не о чем успокаивают ученые. Просто в городе теплее и всегда есть, что склевать. А это главные составляющие для чаек. У них нет такого пролетного пути, как гуси. Поднялись и полетели. Они перекочевывают с места на место, с места на место. Поэтому это действительно, раньше такого в городе мы не наблюдали столь массово. Были отдельные случаи, но столь массово не было. Это еще может быть связано с тем, что очень много чаек зимовало у нас на Темирньке, на водоемах, которые под ростом не замерзали. И они за это время освоили наш город. Чаек в природе полсотни видов. Клуша, бургомистр или серебристая могут попасться нам, к примеру, только в период миграции на север. Они у нас не гнездятся и на городской стол не залетают. А гнездятся на дону озерные, небольшие крачки, которые тоже относятся к чайкам, более крупная хохотунья и краснокнижный черноголовый хохотун. И как только потеплеет, а синоптики обещают это в ближайшую неделю, никакой фастфуд не удержит их от рыбных мест, таких как Таганрогский залив, Веселовское или Маночское водохранилище. Марина Черных, Юрий Лешко, Владимир Трофимович, Первый ростовский. А мы переходим к спорту. Три матча, три победы. И уже после второй – досрочное завоевание лицензии в Токио. Олимпийские чемпионки по гандболу успешно отобрались на Олимпиаду и теперь могут метить в двукратные. Я обращаюсь к нашему специалисту по гандболу и ручному мячу Льву Клинову, насколько уверенно наши девушки прошли квалификацию. Настя, здравствуй. Уверенность полная, ведь минимальный отрыв от соперниц в этих трех матчах целых пять мячей. Сербия и Казахстан остались без Токио, а Венгрия нашим тоже проиграла, но взяла вторую путевку. Первым соперником на отборочном турнире в Венгрии была Сербия. Там в составе есть одна наша из Ростов-Дона Катрина Корпеш-Шлезак. Но в российской сборной ростовчанок в восемь раз больше, а значит, с победителем определиться несложно. Открывает счет предолимпийским голам наша линейная Ксения Макеева. Затем в коронный спринт убегает Юлия Моногарова. От ростовчанок мячи влетают и в ворота сборной России. Старается Крпеш-Шлезак. В середине тайма свой первый квалификационный гол забрасывает Анна Вяхерева. И за пять минут делает это трижды. А вот, наконец, за большие старания получает поощрение от гонбольного Бога и Бобровникова. Владлина сыграет здесь только в двух матчах, но проведет на площадке час и сорок две с небольшим минуты. Из ростовчанок больше только у ее подруги Анны Сень. Час пятьдесят пять. Ну а закончился тайм этой красивой воздушкой. Второй отрезок открывает Моногарова. По итогам турнира Юлия бросит двенадцать раз и одиннадцать из них точно. Это третий показатель результативности в нашей сборной. Все-таки игроки из разных клубов и не очень собраны. Еще я имею ввиду, нет таких прям понимания с полуслова, поэтому это, как можно сказать, нормально. И есть, конечно же, моменты, всегда они будут, чтобы сделать их лучше, доработать. Но это так со временем, с тренировками. Тренер немного ротирует состав. Мы не всегда находим лучшую защиту и подпускаем сербок дважды до минимума. Но это лишь локально. Заканчиваем матч уверенной победой двадцать девять двадцать четыре. Произошла замена игроков. И, может быть, игроки со скамейки немножко нервничают, может быть, немножко холодные или другое взаимопонимание. И, может быть, немного усталость, может быть, из-за большого желания. То есть факторов много, поэтому это хорошо, что у нас, в принципе, была возможность допускать такие ошибки, чтобы прям вот не кровь из носа нужно было там рожать, скажем так. На матч с аутсайдером Казахстаном, проигравшим в Венгрии 19-46, Алексей Алексеев выставил вторых номеров. Шанс получила Галина Габисова и сразу отличилась, открыв счет голам России от собственных ворот. Без лидеров у нашей сборной шло тяжело. Первый тайм выигран с разницей всего в мяч, но после перерыва удалось добавить и в итоге 33-26. Матч с хозяйками ни нам, ни им ничего не давал, но это уже пристрелка к Олимпиаде. Состав у нас основной – ростовчанки плюс Седойкина и Дмитриева. И тут же запускает свою машину по печати голов Анна Вяхерева. Стартовые 10 минут забивает только она, плюс зарабатывает Семерик. Венгерка Маня забросит 7 мячей, а вообще на турнире 14, больше всех в команде. Мы не любим проигрывать совсем, хотелось выиграть все. Особенно просто для себя, показать хороший гонбол, почувствовать друг дружку, потому что все-таки 3 дня сборов, для меня это вообще тяжело сейчас, потому что с Дашкой я не играла 2 года, получается, и мы не могли никак почувствовать этот момент, и вот сегодня вроде как проклюнулось. Наше преимущество в первом тайме доходит до 5 мячей, но последние минуты забить не можем, поэтому к перерыву лишь плюс 2. Вот так действуют девушки на задней линии, и нашу миниатюрную мастерицу могут остановить только такими методами. Правда, мы тоже так можем, и Анна Сень уходит с красной карточкой. Но это уже лирика, 29-23 побеждает Россия. Олимпийские чемпионки отправляются в Токио с мечтой стать двукратными. В Ростове Культурном репортаж о выставке задолго до выставки. Художник Александра Горбунова пока только создает гобелены, которые покажет как минимум через год. Часть работ готова, другая в процессе, а что-то только планируется. Путь от эскиза до воплощения проходит в мастерской, откуда и ведет репортаж корреспондент Галина Белоусова. Шить, вышивать, прясть, кажется, совсем недавно было делом обычным. И вот даже что такое прялка знают далеко не все. Но Александра Горбунова вдруг в институте увлеклась качеством. А теперь художник декоративно-прикладного искусства готовится к большой персональной выставке. Творческий процесс в мастерской идет, впереди еще год работы. Она мечтала стать живописцем, но выбор сделала скорее ностальгический. И вот теперь дома картинка совсем как в старину. Создание гобелена начинается с эскиза. Александра делает его в цвете и в полный размер, чтобы, как говорит, сразу видеть работу полностью. Вот такой будет зима, одна из серий времена года. Техника плетения стара как мир. Рама с основой и уток. Вот это вот сейчас как раз нить утка. Нить основы у нас натянута вертикально. И вот, может, в школе на уроках труда учили, что ткань по основе не тянется, а по утку тянется, потому что он вот как пружинка обтягивает все ниточки. Вот, мотаю утки, тки-тки, мотаю утки. Вот это вот уток. В некоторых работах ткачество соединяется с вышивкой. Это знамя, посвящение освобождению Ростова. Здесь знакомые силуэты города точно такие же, какие можно увидеть на архивных военных фото. Говорят, страсть к рукоделию передается по наследству. У Александры она от бабушки. В моей семье пряла бабушка и вязала пуховые платки. Это помогало семье жить и выжить, в то время, как зарплату то не выдавали, то трудодни, то еще что-то. Прадед мой шил тулупы. Ну, а вот ткач я первый. Ткацкий станок здесь же рядом. И вот, показывает Александра, уже готова часть чехла на подушку. За полчаса можно соткать сантиметров 17-20. Сейчас в работе кардиган для младшей дочери, а помогает старшая Агафья. Вслед за мамой она с детства осваивает технику ткачества. Первая работа в семейной коллекции. Она очень сильно маленькая, потому что тогда у меня не очень много терпения было. Это я не помню, начало или конец, потому что очень давно начала ткать. А как давно? Ну, где-то 4 года или 5 было. Художник садится за работу и видит уже не просто нитки. Представляет результат. Вообще у меня уже прописаны планы, цели. И выставку я планирую в следующем апреле 2022 году. 30 работ в среднем нужно, чтобы заполнить зал. Это тот, который у нас находится на Горького, зал союза художников. Допустим, в музее на Чехово там два помещения. И там, я думаю, порядка 50 работ, не меньше нужно, чтобы их заполнить. Тех, кто занимается искусством гобелена, совсем мало в нашем городе. Тем больше интерес к предстоящей выставке. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Мы будем юными и прекрасными, утверждают авторы нового итальянского фильма. Он станет одним из четырех, которые смогут увидеть ростовчане на фестивале Найс. Фест нового итальянского кино открыт. Также в нем будут хорошие девчонки, вегетарианец и Бернардо Бертолуччи. Какие ассоциации у вас вызывает Италия? Пицца, паста, колизей, фонтан, треви, отличный шоппинг, например. Но Италия – это и современный кинематограф. Предлагаю в этом лично убедиться. Тем более, что для нашего кинопутешествия не понадобится билет на самолет. Стоит только посетить фестиваль нового итальянского кино. 28-й раз в России и впервые в таком формате на Дону. Фестиваль нового итальянского кино Найс. Место, где начинающие авторы получают новую неожиданную аудиторию, зрители впечатления о современной Италии и простых жителях этой страны, российско-итальянская культуры – дополнительный канал связи. Какое оно кино по-итальянски? Какое? Колем чином итальянное? Чином итальянский кино – это все, что вы должны открыть. Это молодое кино, оно пузырится, как шампанское. Белиссимо, ступенда, грандиоза. В большом сегодня атмосферно. На торжественном открытии итальянского фестиваля собрались те, кто неравнодушен к этой стране и ее киношным возможностям. Я очень люблю страну Италию. Была там, хотела бы еще с удовольствием посетить потрясающий вечный город Рим. И, конечно же, очень благодарна организаторам за столь приятное мероприятие после нашей пандемии. По поводу итальянского кино, я давняя поклонница, ну так скажем, в старой школе. Вот. Интересно было бы посмотреть, что новенького сейчас. Первых гостей по видеосвязи приветствовал посол Италии в России Паскуале Терачано и дал старт смотру кинолент современных итальянских режиссеров. Энтриамо, стакямо тут и телефоны и че facciamo ли касси. Кассо. И дуран-дуран. Работа режиссера Микелы Андриоцци – хорошие девчонки о четырех подругах, которые решили ограбить банк, переодевшись мужчинами. Понятно, что такой опыт серьезно изменит жизнь хороших девчонок. Также за четыре дня фестиваля можно увидеть фильмы «Мы будем юными и прекрасными», «Вегетарианец» и «Бернардо Бертолуччи. Нескончаемое путешествие». Татьяна Цепелева, Владимир Трофимович. Первый ростовский. Снега в марте ростовчане увидели больше, чем кажется за всю зиму. И это еще не предел, хотя выходным синоптики обещают потепление. Да, наконец мы увидим на термометрах плюс 10. Градусы, число туч, миллиметры осадков и ртутного столба подсчитала под зонтом за окном Елена Доронина. Ростов-составчане, здравствуйте! Честно вам скажу, устала я, устала, но не от работы, не от недосыпа, это все поправимо, а от погоды, потому что она не меняется практически. И чтобы хоть как-то сделать свои дни поярче, понасыщнее, по... Ну, не знаю, веселее, может быть, решила достать зонтик, который намного красочнее моего предыдущего черного. Но, как видите, он мне не понадобился. Ну, не знаю, помог ли этот обряд, не буду приписывать себе заслуги по устранению дождя, потому что зато появился ветер. Нет, он как бы и был, всего лишь 3 метра в секунду, но, видимо, из-за того, что на улице всего лишь 2 градуса тепла, ну, уж очень сильно он ощущается. Поэтому теплые вещи пока поберегите, чтобы они были где-то очень близко, потому что и конец этой недели, и начало следующей синоптики прогнозируют еще такими прохладными и ненастными будет дождь, и, возможно, также срываться снег. Но вот уже середина следующей недели обещают нам настоящую весну, когда солнечно, плюс 15, можно уже доставать, знаете, чуть ли не босоножки. Но об этом расскажем уже, собственно, на следующей неделе, поговорим об этом позже. Из того, что сейчас нас тревожит, вот, знаете, я хоть и говорю, что мрачно, но все-таки где-то там, за тущими, виднеется солнце. А это верный признак того, что скоро будет тепло. В субботу днем воздух прогреется до 11 градусов и выглянет солнце, хотя периодически будет прятаться за облаками. Ветер слегка усилится до 4 метров в секунду. В ночь субботы на воскресенье опять дождливо, но уже хотя бы без снега. На термометрах будет плюс 5. В воскресному дню синоптики обещают переменную облачность и до 12 тепла. Из неприятного северо-западный ветер со скоростью 5 метров в секунду, повышенное атмосферное давление и неустойчивое магнитное поле. В понедельник ночью без осадков и 3 градуса тепла, а вот днем слегка покапает дождь, зато почти безветренно, а на термометрах плюс 10. Всю неделю за погодой следила я, Елена Доронина. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока. Расставляли акценты недели для программы «Ростов. Главное» команда телеканала «Первый ростовский» и я, Анастасия Натальевич. Давайте сосредоточимся на главном вместе. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация, контакты на сайте 1Rostov.TV. Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин